Ну теперь к другим новостям. Ты не можешь держаться за руки с богом, когда занимаешься рукоблудием. И еще несколько подобных лозунгов с иллюстрациями. То, из-за чего в панике ни много ни мало комитет по разведке Сената США, поскольку и это оказывается вариант российского вмешательства в американские дела. Звучит, ну, уже даже не абсурдно, а откровенно бредово. Однако конгрессмены наняли аж специалистов Колумбийского университета, чтобы доказать так называемая горячая линия по борьбе с самоудовлетворением, которую активно рекламировали в соцсетях, на самом деле инструмент кремлевского влияния. Ну и как будто можно было ожидать чего-то иного. Результаты исследования соответствуют запросу. Дескать, некие тролли из России окучивали молодых заокеанских военных. Якобы предлагали помощь тем, у кого зависимость от того самого рукоблудия составляли списки, а потом начинали шантажировать и выпытывали некие секретные данные в обмен на конфиденциальность. Тут уж и не поймешь, то ли смеяться, то ли хвататься за голову, то ли просто разводить руками. И, кстати, еще одно звено этой же параноидальной цепи в репортаже BBC из Польши. Двойные стандарты. Те, кто называют российские СМИ пропагандой, сами состряпали образцовый пропагандистский материал. В чем суть, расскажет Анастасия Ефимова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Дети русофобы с автоматами? Ну это как посмотреть. В BBC говорят, это подростки-патриоты. Это Дорис. Ей 18 лет, и она учится в выпускном классе общеобразовательной школы польского города Нови Сонч. А это директор школы, в которой учится Дорис, и где он лично ведет уроки стрельбы. Ну и, наконец, винтовка, которую берут в руки тинейджеры, чтобы, как утверждают педагоги, в отведенные им академические часы, научиться патриотизм. Это очень хорошо, что молодой человек в Польше может учиться патриотизма. Но так, для меня это проблема, потому что какой у нас патриотизм? Но думаю, что если мы говорим о патриотизме, мы говорим тоже о независимости, да? Какая это независимость Польши, когда в Польше, например, американская армия, армия иностранцев. Упомянутая винтовка в подростковых руках, похоже, все-таки собственного, польского производства. А вот с формой интереснее. Воинственный директор школы в свободное от педагогики время возглавляет еще и патриотическую организацию «Стрелец», на сайте которой указано, мол, подшефные вправе носить униформу образца США-93, такой милитари-секонд-хенд. К чему маскарад понятно в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией. Угрозу, которая искусственно создается, действительно каждый день можно отметить, что есть определенные, но очень популярные в Польше издания, которые представляют Россию как нашего врага, который о ничем больше не думает, только как напасть сначала на Украину, а когда уже гладнет Украину, чтобы добраться до Польши, Германии и всех других стран. Журналисты Би-Би-Си, которые сняли этот репортаж, утверждают, интерес к военной подготовке в Польше растет, как минимум за последние три года, когда у роля стоит партия «Право и справедливости». Иначе говоря, если верить британской медиа-корпорации, официальная Варшава все происходящее поощряет, воспитывает патриотизм, вооружая детей. И ничего, мягко говоря, спорного Би-Би-Си в этом не видит. Главное – противостоять России. Как говорится, тех, кого боги хотят уничтожить, они сначала лишают разума. Вся эта истерика – это все проделки русских, которая охватила весь журналистский и политический истеблишмент на Западе, уже перешла границу от смешного к опасному. Идея, что Россия непременно стоит за всем, что на Западе идет не так, а совершенно очевидно, что Запад сейчас переживает не один, а множество кризисов не только абсурдно, но и оскорбительно. Кстати, стоит британским журналистам обратить взор в сторону России, их отношение к патриотизму резко меняется. Например, дети любят маршировать. На фото мальчики с барабанами, похоже на детский военный оркестр. Дальше больше возмущения по поводу выпущенной книжки для шестилеток, в которой история отечественного танкостроения. Когда дело доходит до школьных игр типа «зорница», вообще срываются на истерику. Русские учат несовершеннолетних воевать, воспитывают якобы не граждан вовсе, а воинов. Россия воспринимается, а точнее изображается, западными медиа, пиар-службами, западной пропагандой, как страна, у которой нет права на собственное мнение, на свою точку зрения и даже на свои национальные интересы. В то время как любое милитаристское действие в Польше или в той же Украине открыто приветствуется, даже если подобные шаги напрямую связаны с национализмом. Пока военизированный эксперимент охватывает 109 польских школ, но вскоре, очевидно, может быть внедрен повсеместно. Участвуют все мальчишки и девчонки, а также их родители, которых убеждают, что именно такими методами и можно научить любить свою родину. Сидеть в засаде, штурмовать объекты, отстреливаться. Оружие, как утверждают, не боевое, но это пока. Не зря, ведь при активном одобрении западных партнеров набирает обороты патриотизм, который со стороны, правда, куда больше похож на обыкновенную истерику. Анастасия Ефимова о приоритетах BBC.